всем привет с вами дмитрий урсул в этом видео хотел бы ответить на часто задаваемый вопрос как измерить темп песни проекта прямо в лоджике если уже есть какой-то готовый минус вот у меня здесь есть такой проект здесь есть минус и темп здесь проекте стоит неправильно то есть темп здесь стоит по умолчанию а минус совершенно в другом темпе что можно сделать ну конечно банальный совет можно открыть какой-нибудь метроном на телефоне и настучать пальцем под темп и поставить ближайшее значение второй ответ это спросить собственно у того кто вам прислал этот минус если это чей-то вот какой не был темп вот но если минус скачан из интернета нет возможности сделать все остальные решения то есть решение встроенной в ложе которым я очень часто пользуюсь здесь закладки metering в аудио плагинах есть такой плагин bpm counter отличный плагин в большинстве случаев хорошо работает и достаточно четко определяет темп что нужно для его работы но сейчас можно засолировать чисто минус важно выбрать тот фрагмент где прям явно присутствует какая-то некая перкуссия то есть если у вас там просто какой-то гитарный перебой перебор точнее если у вас там какой-то фортепиано играет плавненько то скорее всего он темп не поймает то что он ориентируется на транзиент это на вот эти вот события которые чаще всего задают ударные или перкуссии в любом треке в любом минусе и если таких явных нет то конечно с помощью этого плагина будет очень сложно определить темп то есть гораздо лучше все-таки воспользоваться каким-нибудь плагин программы какой-нибудь метрономный и просто настучать этот темп он покажет какой темп примерно и уже дальше на слух подобрать поставить значение там плюс-минус одну единицу давайте посмотрим как он работает здесь я специально выбираю вот эту часть и надо дать ему послушать и проанализировать собственно материал вот он решил что темп 70 давайте посмотрим что будет если я сейчас здесь поставлю темп 70 и давайте послушаем но как вы поняли он ошибся это минус этого плагина что он немножечко скажем так тупит когда вы заставляете услышать такие вот сбитые ритмы как в этом минусе они с не случайно выбрал именно этот пример потому что именно с этой проблемой сталкивается большинство пользователей сейчас я отменю изменение темпа давайте выберем какую-нибудь еще часть давайте попробуем поставить 140 хотя это всего лишь на в два раза быстрее чем предыдущий вариант и чтобы точнее определить у нас видно что здесь стоит не совсем ровно файл давайте вот это было первая доля такта я сейчас поставлю четко по сетке ну чтож теперь все правильно и я недаром сделал все таким образом вам показал как вы конечно же догадались изначально темп был правильный 70 то есть этот плагин все правильно понял но проблема была в том что наш минус стоял не ровно по сетке поэтому метроном после того как мы его включили он естественно играл что-то невразумительно что-то непонятное и казалось что темп неправильный но это важный такой тоже момент имейте ввиду что многие минусы зачастую выводится не ровно по сетке то есть начало минуса не соответствует реальному началу такта то есть она в данном случае где-то начинается где-то с середины со второй половины первого такта соответственно я просто сам неоднократно с этим сталкивался и том числе в своих учеников в практике что они вроде говорили что темп мне сообщили правильный и этот м ставлю на метроном не совпадает с музыкой и нота решение оказалось таким банальным и глупым на первый взгляд что просто был минус поставлен изначально не по сетке то есть и казалось что метроном который изначально показался bbm каунтером темп точнее он был неправильный но как мы здесь видим все на самом деле правильно поэтому вы можете либо 140 использовать либо 70 в таких случаях потому что от этого зависит просто как вы будете потом работать с долями опять же для чего нам нужен темп темп нам нужен во первых чтобы грамотнее передвигать что-то и копировать если это нужно будет чтобы использовать всякие так называемые time based эффекты то есть самый популярный это конечно же delay где вы устанавливаете отражение я хоть там через четверть через восьмую через шестнадцатую и естественно должно быть привязано каким-то четким градациям соответственно если у вас будет темп стоит 140 то 1 8 у вас будет ну быстро и да если вы поставите 70 то 1 8 это будет как 1 четверть в темпе 140 два раза как бы медленнее поэтому все зависит от темпа выбранного вами но главное чтобы сама сетка была четко подобрана под минус тогда у вас все остальное будет соответственно грамотно стоять относительно именно и композиции и сетки метронома и все будет звучать хорошо но мой комментарий насчет сбитых ритмов тоже учтите то есть я не зря его привел есть некоторые минусы например в триольной пульсации или например 6 8 и bpm counter он все-таки больше работает с четырьмя четвертями и если у вас например какой-то минус в вальсе на при три четверти или шесть восьмых или в каких таких интересных размерностях то он будет показывать может быть и правильно но скажем так в процентном соотношении то есть есть таблицы пересчетов из четыре четверти темп в 6 восьмых и так далее то есть вам нужно будет на какой-то коэффициент разделить чтобы получить реальный темп то есть он будет показывать например четвертями у вас на самом деле это восьмыми и темп на самом деле там не 100 а 125 например ну там разные бывают моменты тоже это имейте ввиду но в большинстве случаев этот плагин работает очень четко очень хорошо и им проще всего конечно определять темп ну что ж я думаю что мы в этом видео рассмотрели все такие частные случаи и в следующих видео мы еще вернемся к этому проекту и поговорим о других важных моментах которые нужно знать так с вами был дмитрий русул увидимся следующих видео